В дежурную часть межмуниципального отдела внутренних дел Ленинск-Кузнецкий позвонил мужчина и сообщил о том, что его автомобиль ВАЗ-2114 угнали. Ориентировка была доведена до экипажа ДПС. Через некоторое время один из экипажей заметил данный автомобиль на перекрестке улиц Гастелло и Кольцовой. Данный автомобиль был обнаружен, при преследовании был установлен, задержан. При выяснении личности, находившейся в автомобиле водителя, было установлено, что за рулем автомобиля находился подозреваемый в совершении данного преступления. По какой причине задержали? Дети, ты что здесьешь? Отдлежись от горишника. Мои цели задержали? Да. Ну что ты сделал? Управлял транспортный, без... Каким? 2, 20, 1, 140... 14, да? 14, короче. Чья машина? Отцовская. Автомобиль Ниссан Кашкай постигла та же участь. Сын угнал дорогостоящий авто своего отца с парковки шахты. Пока тот был на работе. Правда, в этом случае экипаж ДПС сначала заметил на дороге автомобиль, водитель которого был явно нетрезвый. Вел себя неадекватно на дороге и имел видимое повреждение кузова. Данный автомобиль нами был остановлен. За рулем данного автомобиля находился молодой человек на виде 19-20 лет. Никаких документов он при себе не имел. При общении из полу стерта чувствовался запах алкоголя. При оформлении данного гражданина, дежурной части 2-го отдела полиции, поступила ориентировка о том, что нужно задержать данный автомобиль, который мы задержали во дворе дома Крупской, 114, которым неправомерно завладел сын хозяина автомобиля. Задержанных автоугонщиков доставили в отделение внутренних дел. По фактам совершенных преступлений ведется следствие. В случае, если родители не будут иметь претензий к своим отпрыскам, им придется заплатить административный штраф. А госавтоинспекция призывает автомобилистов ответственно относиться к сохранности своего автомобиля. Не оставлять машину открытой, а ключи легкодоступными для окружающих. Продолжение следует...